Но, пожалуй, внимательнее всего к киберугрозам относятся в Соединенных Штатах Америки. Национальную стратегию безопасности в киберпространстве в этой стране приняли довольно давно, еще в 2003-м. Ежегодно американцы тратят на защиту от хакеров десятки миллиардов долларов. Но и при таком внимании к проблеме даже в США не чувствуют себя в безопасности. Кстати, поразивший Украину вирус добрался и до американской инфраструктуры. Почему в Штатах пока не получилось наладить эффективную киберзащиту и может ли эту ситуацию исправить Дональд Трамп, выяснял Дмитрий Анопченко. В Америке не жалеют денег на информационную безопасность. В прошлом году только бизнес потратил на защиту от хакеров 75 миллиардов долларов. Сколько денег выложило государство, даже в Минфине США подсчитать не могут. Понятно лишь одно, в разы больше, но в стране, которая входит в пятерку мировых лидеров по кибербезопасности, все далеко не так хорошо. Журналисты из пулы Белого дома рассказывают, как только Дональд Трамп появился в овальном кабинете, буквально в первые же недели. Он собрал своих ближайших советников и объявил, у него не будет больше интересов по всему миру, как были у Обамы. А приоритетов всего три. И один из них создание мощнейшего киберсчета для Соединенных Штатов. Многие тогда удивились, кто-то вслух сказал, кто-то промолчал, мол, неужели это настолько актуально? Оказалось более чем. Это кадры заседания президентского технологического совета. В зале топ-менеджеры мировых IT-гигантов, того же Apple, Microsoft. Зять президента Джаред Кушнер раскрывает информацию, о которой раньше умалчивали. Что в американском Минобороне до сих пор работают компьютерные системы, которым по полвека. Что при управлении ядерным оружием по сей день пользуются большими дискетами. Что старые IT-системы давно не проверялись на безопасность. Что Минфин и Минюст работают на Кабол, старейшем языке программирования. Америка тратит на киберзащиту огромные деньги, но к виртуальной войне, как оказалось, не особо-то и готова. Угроза ведь в ближайшее время никуда не денется. Она не ослабнет, а резко возрастет. Это ясно. О кибератаке дело весьма прибыльное. По данным Европола, только программы-вымогатели за прошлый год принесли преступникам миллиард евро. Киберсфера самая опасная сейчас. Безусловный приоритет. И мы к нему так должны и относиться. И команда Трампа экстренно латает дыры. Создали комиссию по защите избирательной системы. Ужесточили ответственность чиновников за кибербезопасность. Каждому ведомству поручено создать свой антихакерский центр. В идеале такой, как у американской таможенной пограничной службы. В городке Фэрфэкс, Вирджинии. Напичканный современной техникой огромный офис. Лаборатории, хранилище для вещдоков, командный центр. Криминалитет использует интернет настолько широко, что мы такого никогда еще не видели. Этот центр помогает агентству раскрывать любые виртуальные преступления. Будет они совершены за рубежом или внутри страны. Пограничники объединили данные со всех погранпунктов и базы всех авиакомпаний. Они знают о тех, кто еще в воздухе, кто летит в страну. Или вовсе только купил билет. Проект «Ангел Страж» вычисляет среди них, к примеру, педофилов. Это поразительно. Технологии меняются каждый день. Данные шифруются, новые гаджеты выпускают. И мы должны быть на «ты» со всеми этими технологиями, чтобы хорошо делать свою работу. Мир каждый день меняется. И это так интересно. Вот только найти сотрудников для такой работы даже в Америке непросто. Года три назад, когда в Вашингтоне только осознали масштаб проблемы, поняли и другое. У них катастрофически не хватает IT-специалистов. Дошло до того, что губернаторы штатов соседних со столичным округом Колумбия, того же Мэриланда, объявили налоговые каникулы. Святое для американцев налоги можно было не платить, если ты согласишься переехать и бороться с хакерами. Своя технологию военных. В разгар атаки Пентагон заявил, мол, две трети из 133 их киберкоманд готовы к бою. Армия сейчас постоянно проводит и реальные учения, легенда которых отслеживание и захват кибертеррористов. Уже объявлен тендер на разработку системы, которая сама будет анализировать киберугрозы в режиме реального времени. В Пентагоне предлагают установить новую систему распознавания. Не по лицу или отпечаткам пальцев, а по походке. Мол, так надежнее. А еще хотят положить конец анонимному использованию интернета. Мол, каждый пользователь должен определяться и отслеживаться. Современная версия банд. Теперь они проводят виртуальные операции. Прекрасно знают, какую награду получат и готовы вкладывать в подготовку кибератак огромные средства. Но проблема-то все в том, что, как утверждает Нью-Йорк Таймс, бороться приходится с программой, которую написали вовсе не хакеры, а разработали коллеги из агентства нацбезопасности, но потом ее украли киберпреступники. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу в Вашингтоне старательно избегают. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.